Сегодня разберем интерфейс Obsidian и прикоснемся к чудесному языку под названием Markdown. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Вообще интерфейс Obsidian выполнен в стилистике абсолютного минимализма, хотя внутри там зашито очень много всего. Итак, тут у нас есть название базы, оно соответствует названию папки, в котором у вас все хранится, и тут все файлы в повалку. При наведении курсора выскакивает дата создания и дата последнего изменения, удобно. Файл у нас пока только один, какой-то не информативный, давайте немного его заполним, заодно посмотрим, что такое Markdown. Вот это сейчас заголовок, и это собственно все, что вам нужно знать об оформлении заголовков в Markdown. Три решетки подряд это соответствует заголовку H3 в Word. Две решетки это H2. И далее соответственно H1 одна решетка, H4 четыре решетки. Ну то есть Markdown это очень упрощенный язык разметки документа сродни HTML, но очень упрощенному HTML. Придуман он для того, чтобы унифицировать разметку, тем самым дав возможность открывать документы в большинстве редакторов. Ну то есть это не знаю как, USB или миниджек. Каждый разработчик почитал за должное придумать какой-то свой вид коннектора, и в итоге пользователи сходили с ума от того, что ничто ни к чему не подходило. В конце концов победил USB и все встало на свои места. Вот так же и с Markdown. Каждый разработчик проприетарного ПО придумывает свой формат, структуру и язык базы, которые нигде больше не открыть. А Markdown, в том числе за счет своей простоты, открывается везде. Единственное, есть, конечно, небольшие особенности синтаксиса и структуры, скажем, ссылок, но мы не будем рассматривать эти тонкости, и в этом курсе я буду показывать все, ориентируясь только на апсиде. В любом случае это откроется везде, просто в двух процентах случаев текст может немного поехать, скажем, не поняв переход страйки. Итак, то, что мы сейчас видим, это не совсем привычный для апсидиан вид представления, поскольку сейчас у нас стоит динамический просмотр. Меняется вот здесь. Добавили они его совсем недавно, хотя я могу путать. Привычный для апсидиан – это просмотр исходного кода. А то, как страница будет выглядеть после редактирования, нужно смотреть вот тут. Или горячие клавиши Ctrl-E. В первый момент это может показаться непривычным, все-таки большинство пользователей привыкли создавать документы в редакторах, которые сразу показывают результат, типа Word. Не особо понимая, что там внутри происходит, но это особенность апсидиан. Тут вы работаете с тегами, хотя и очень упрощенными, и наоборот не можете не заглядывать под капот. У этого подхода есть как достоинства, так и недостатки. Но вернемся к интерфейсу. Вообще динамический просмотр – вещь удобная. С одной стороны вы видите практически конечный результат, и при этом, если хотите посмотреть, как это все написано, можно просто выделить весь документ. А кликая по отдельным строчкам, вы смотрите, как написаны они. Что касается интерфейса. У нас есть, как я уже сказал, переключатель с вьювера на исходный код. Возможность закрыть страницу. И меню с кучей полезных настроек по странице. Про часть расскажу впоследствии применительно к каким-то действиям. Что-то вы уж сами. Вот это, кстати, полезная и часто используемая штука – возможность добавить второе окно. Причем второе, третье и так далее. Так, дальше у нас есть меню быстрого перехода. Горячие клавиши Ctrl-O. В принципе, отсюда же можно создавать файлы и правильнее отсюда их и создавать. Потому что, когда вы начинаете набирать название файла, сначала он ищет, нет ли такого уже. И если нет, то вы его спокойно создаете. А если есть, то открываете и дополняете. Потому что бывает, что вы что-то такое уже думали и даже записали, а потом забыли. А если мысль какая-то новая, то просто называйте файл по-другому. Так, еще тут есть граф. Графическое представление базы. Список команд. Если вы будете добавлять плагины, они также будут добавляться в команды. Далее есть возможность открыть другую базу. Справка очень подробная, полезная и на русском. И настройки. Настроек много. Я бы даже сказал, чересчур много. Каких-то мы также впоследствии коснились. Ну и в целом на этом с интерфейсом все. Абсолютный минимализм снаружи, как я и говорил, полностью восполняется каким-то кошмарным количеством всяких настроек внутри. Но тут главное не пугаться. Если очень сильно постараться, внутрь можно не заглядывать. Хотя у меня совсем не заглядывать не получится. Но вот прямо совсем чуть-чуть, что называется одним глазком, только самое необходимое. Но это в следующем видео.